Итак, друзья, всем привет! С вами опять Рома Урако и мы начинаем новый сезон Капсул Времени. Заранее извиняюсь за то, что так долго не было свежих роликов. К сожалению, погода не позволяла снимать полноценно автомобили и мотоциклы, хотя мы приготовили для вас очень много интересных новинок и уже прикупили много интересных Капсул Времени, которые обязательно сниму и покажу у себя на канале. Зато я могу похвастаться, что у меня теперь появился микрофон, так что вы теперь не будете в комментариях писать о том, что плохой звук. Звук теперь будет хороший, это качественная петличка. Ну а сегодня я расскажу вам не об автомобиле и не о мотоцикле, а о вещи, которые непосредственно связаны с машинами. Вот она перед вами, это ретро-магнитово автомобильное, тоже капсула времени 100%, абсолютно новая, хотя год выпуска это конец 80-х, фирма Саньо. Это чистый японец, видим, написано, сделано в Японии. В отличие от современных магнитов, которые даже самые дорогие, производятся в Китае, это еще настоящая Япония. И она еще никогда не использовалась. И все эти годы, более 25 лет, пролежала на дальней полке, в шкафу. И, собственно, недавно мне удалось ее приобрести. Но начнем с того, что вас больше всего интересует, и вы больше всего пишите в комментариях эти вопросы, почему так получилось, что редкая дефицитная магнитова, за которой гонялись автомобилисты в Советском Союзе, пролежала все эти годы без использования и сохранилась спустя 25 лет в новом состоянии. Дело в том, что, по словам владельца, у которого я приобрел данную технику, он в свое время ее купил в специальном чековом магазине «Каштан». В Москве они назывались «Березка» эти магазины, в Киеве «Каштан». В чем была суть этих магазинов? Там можно было товариться только людям, которые проработали советским гражданам, которые проработали за границей, и вместо зарплаты получали не валюту, а специальные чеки. Вот на эти чеки в этих магазинах «Березках» и «Каштанах» можно было купить не только автомагнитолы японские, а и прочую дефицитную продукцию, то есть телевизоры, обычные бытовые магнитолы, технику всякую кухонную, тоже японскую, немецкую, импортную. Обычным гражданам туда был вход запрещен фактически, за рубли там нельзя было ничего купить, а вот за эти чеки, которые фактически являлись аналогом валюты, можно было купить разный дефицит. И вот, собственно, он ее купил в те годы. Это был конец 80-х, когда данная система уже рушилась, и автомобиля у этого человека не было, и единственное, что он хотел, это сохранить как-то нажитое ранее добро, то есть эти чеки, которые у него были, и вот он купил эту магнитолу, а так как машины не было, естественно, ставить ее было некуда, и он ее просто положил на хранение, и так она хранилась до 2017 года. Давайте теперь более подробно вам покажу, что здесь внутри. Вместе с вами распакуем ящик этот, в котором находится магнитола, и посмотрим, что из собой представляет японская аудиосистема автомобильная практически 30-летней давности. Кстати, тут кроме самой магнитолы еще есть громкоговорители, то есть динамики в комплекте, то есть полный комплект для установки и организации музыки в машине. Так, отложим в сторону коробочку. Здесь у нас крепеж, проводка для подсоединения. И вот первое, что мы видим, это передняя панелька, причем она двухсторонняя, как вы видите. С одной стороны серебристая, тоже все надписи, а с другой стороны черная, то есть по желанию можно на свой вкус было менять. Сейчас я достану, покажу вам, как это выглядит. Видите, она запакована, ни разу не открывалась. Наверное, не будем ее открывать, пусть сохранится в первозданном виде. И крутилочки, собственно, на включение громкости и поиск радиоволны нужной. Итак, как она открывается? А, снизу, вот смотрите, инструкция есть. Причем не одна, а две. Одна на английском языке, а вторая на русском. Почему здесь инструкция на русском? Как я уже сказал, магнитолы официально эти продавали в Советском Союзе. И эта модель была создана специально для продажи в Советском Союзе. Вот видите, буквы SU в названии модели, как раз означает Soviet Union, то есть Советский Союз. Поэтому, само собой, здесь полагалась еще инструкция на русском языке. Вот даже инструкция напечатана в Японии. Видите, Printed in Japan. Компания Sanyo. Она довольно компактная, эта инструкция. Тут основные моменты, меню, как настраивать, обслуживание, уход, органы управления. И сзади листочек с характеристиками основными. Здесь кассеты-проигрыватель и радио. И 4-дюймовые, полнодиапазонные, громкогабарительные, с динамики тоже Сanyo. И сейчас это будем все смотреть, как оно выглядит. Так. Вот снимаем пенопласт. И перед вами появляется эта магнитола в таком целлофановом кулечке. Кулечек положим пока в ящик. Вот смотрим, как называется модель Sanyo FT-4100. Сделана в Японии. Причем, что интересно, на инструкции модель называется GT-4100. А на самой наклеечке на магнитоле написано FT-4100. То есть странно. Хотя вот серийный номер, я смотрел на коробке, здесь они совпадают. То есть и на коробке, и на магнитоле серийный номер совпадает. Хотя модель написана разная. Тоже на коробке GT-4100, а на самой магнитоле FT-4100. Как мы видим, она абсолютно новая, чтобы у вас не было сомнений. Вот так она выглядит спереди. Здесь ниша, куда вставляется кассета. Тут тоже написано FT-4100. Переключение диапазоном радиостанции FMAM. Здесь управление кассетой, перемотка. Ну и включение, выключение. Как раз эти крутилочки, которые я вам показывал, они сюда вот вставляются. И можно регулировать громкость и диапазон радиостанции. Здесь тоже это показано, куда какие проводки подсоединять. В принципе, схема подключения. А сзади тоже провода, разъемы для подключения. И штекер, куда вставляется, или разъем, куда вставляется антенна для радиоприемника. Она довольно компактная. В принципе, дизайн простенький. Какого-то там мега наворотов здесь нет. Самая простая, примитивная, магнитовая. То есть, кассетный проигрыватель и радио. Так, что у нас еще есть в комплекте? Как я уже сказал, тут еще есть динамики. Четырехдюймовые. Тоже простенькие. В оцинкованных корпусах. Видим Саньо. Модель SP4100. Сделаны они тоже в Японии. Видите, Japan в Японии. Компактные, но видно, что сделаны качественно. И сеточки. Декоративные сеточки пластиковые. Чтобы их накрывать. Вот тоже с надписью производителя Саньо. Вот так оно примерно выглядит в сборе. Вставлялось оно или в дверь, или в заднюю полку автомобиля. Так, мы провели распаковку ретроавтомагнитовой новой. Еще раз пойдемся по ее комплектации. Здесь видим шурупы, крепеж. Провода для подсоединения. Передняя панелька двухсторонняя. И крутилки. Собственно, сама автомагнитовая Саньо. FT4100. Хотя на коробке написано GT4100. Две инструкции на русском и на английском. Здесь сеточки для громкогабарителей. Собственно, сами громкогабарители. Один, второй. Все, оно компактно упаковано. Ну и коробка. Как я вам уже показывал ее. Сейчас еще более детально покажу с разных сторон, что на ней написано. Саньо. Вот видим размеры самой магнитовы. Максимальная мощность динамиков. 7,5 Вт. Тут уже размеры динамиков. Тоже для установки необходимая информация. Серийный номер магнитовы. И тут даже, видите, выкройка для установки динамиков. То есть, с коробки надо вырезать ножницами картонную мерку и выкройку, чтобы упростить его установку. Так. Что у нас еще? Тут просто уже фотографии рекламные. И передняя панель магнитовы. Недавно общался с человеком, который был автомобилистом в 80-х годах. И он мне поведал, что японские магнитовы были невероятной ценностью в советские годы. И вот такую, допустим, саньо можно было запросто продать на черном рынке, неофициальном, то есть не в березке, а с рук. Примерно за 1000-1200 рублей советских. А это, чтобы вы понимали, средняя зарплата хорошего инженера в те годы была около 200 рублей. То есть, 5-6 зарплат хорошего инженера стоила такая магнитова. Поэтому ценились они невероятно сильно. За ними гонялись, всячески пытались достать. И особым шиком было похвастаться перед друзьями, что у тебя в шестерке или в тройке Вазовской или в 24-й Волге стоит не просто какая-то там былина советская или Гродно, а вот такой вот аппарат, настоящий японец. Конечно, сейчас это выглядит смешно, потому что, ну, это самая примитивная такая аудиосистема базовая, то есть за границей в те годы она ничем не примечательна, но в советские годы в условиях тотального дефицита и отсутствия выбора иностранной техники даже такие простенькие саньо ценились практически на вес золота. Стоили невероятных денег. Тем странно, что люди их не использовали, а хранили вот все эти годы. То есть, грубо говоря, в те годы их можно было продать за серьезные деньги, там 1200 рублей, это, грубо говоря, стоил мотоцикл Ява новый в спорттоварах. А сейчас, конечно, они уже потеряли свою ценность и как бы интересны только коллекционерам и вот таким собирателям капсул времени, как мы. То есть нам интересно с Ильей не только автомобили, а вот такая техника, связанная с автомобилями тоже. Поэтому, если у вас есть что-то похожее, пишите в комментариях, с удовольствием тоже можем поснимать, рассказать и о вашей магнитоле. Что касается судьбы этой магнитолы, то мы еще не решили, что с ней делать. Возможно, она найдет свое место в одной из наших капсул времени, допустим, в новой шестерке, о которой я вам уже рассказывал в прошлых выпусках моих видео. Эта магнитола отлично впишется и в общий дизайн, и в дух советских шестерок в конце 80-х, в самом начале 90-х. Пишите в комментариях, кстати, свои идеи, куда можно ее поставить. Или, допустим, на Toyota Mark II, о котором я вам рассказывал, которая была замурованная в стене. Там тоже, если вы помните, много жаловались подписчиков и читателей, что современная магнитола, то они вписываются, надо какое-то ретро. Вот, возможно, такое ретро мы туда и поставим. Так что жду ваших советов по его применению. На этом, в принципе, на сегодня все. Надеюсь, вам понравился этот необычный выпуск Капсулы Времени. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Всем пока!